20 февраля, вторник, Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты в студии Елена Еремеева. Здравствуйте! Верховная Рада планирует рассмотреть закон об антикоррупционном суде уже на следующей неделе. Об этом заявил спикер парламента. Андрей Порубий считает, что этот законопроект является самым важным вопросом весенней работы Верховной Рады. По его словам, включение документов в повестку дня сессии парламента и направление на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады будет первоочередной задачей на следующей пленарной неделе. Также Андрей Порубий добавил, что Венецианская комиссия уже составила рекомендации к законопроекту. Мы получили эти рекомендации, и я уверен, как глава Верховной Рады Украины и как гражданин, что мы в разговоре между первым и другим читанием должны максимально враховать эти рекомендации, которые дали нам наши международные партнеры. Митинг-реквием возле памятного знака Героям Небесной Сотни, расположенного возле здания облсовета на проспекте Шевченко, состоялось возложение цветов. Напомню, 18, 19 и 20 февраля 2014 года в Киеве велось одно из самых жестоких вооруженных противостояний митингующих и силовиков. События конца 2013-го, начало 2014-го года получили название «Революция достоинства». Память погибших на Майдане незалежности почтили минутой молчания. Спустя четыре года после трагедии боль утраты не ослабевает, говорят, пришедшие на церемонию. Герои не вмирают, это брехня. Герои вмирают, и я сегодня просто вот целый день не смогу ничего про это больше сказать. Ему очень тяжкие, тяжкие дни. Головной шаной, самой великой шаной и самым великим памятником для этих хлопцев будет мощная, сильная, европейская наша с вами держава. Слава героям, слава Украине! От кори умер еще один ребенок в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Малышу было всего пять месяцев. В год ему должны были сделать плановую прививку. По словам чиновников, ребенка можно было спасти за счет коллективного иммунитета. Но только в том случае, если бы охват прививками составлял 95-98%. В то же время директор Одесского облздрава Вячеслав Полясный заявил, что уровень заболеваемости кори в нашем регионе снизился на треть. За минулый тиждень у нас было 94 выпадка зафиксованы, против 141, который был там тиждень тому. Сегодня, с початку року, у нас щеплено больше 24 тысяч оси против Киру. Мы отримали тысячу доз СУ. Множественные гематомы и перелом ноги. Одесситы избили рядом с супермаркетом. Пострадавший подозревает охранника магазина, который давно обижен на мужчину. Подробности далее в сюжете наших коллег. Трое или четверо человек на нее просто прыгали. Антона Бацку избили в ночь на 31 января. Мужчина возвращался с работы и зашел в магазин обжора за продуктами. По словам пострадавшего, когда он выходил из супермаркета, несколько человек подкараулили его за углом и начали избивать. Мужчина получил открытый перелом голени. Врачи его прооперировали. Состояние средней степени тяжести прооперировано. Через две недели будут сняты швы после операции. И больной уйдет домой на костылях. С последующей мобилизацией 2,5-3 месяца. Антон уверен. Один из нападавших работает охранником в супермаркете. Когда меня били, я прекрасно слышал фразу «Артур Харе». И мне потом, когда родители пришли, узнали, сфотографировали его. И оказалось, что один из охранников его действительно зовут Артур. Как предполагает Антон, его избили из-за давнего конфликта, который был у него с охранником. Тогда мужчина пожаловался на сотрудника супермаркета начальством из-за того, что тот отказался ему представиться. В магазине утверждают, Артур у них уже не работает. И излагают свою версию случившегося. Это была суточка между прохожими. То есть, пьяный вышел покупать, я засыпил девушку. Там начались разборки. То есть, наши не касались сюда. Видео с камеры видеонаблюдения, которое может пролить свет на ситуацию, в супермаркете нам отказались предоставить. Не показали ее и пострадавшей стороне в полиции. Мне это видео не показали. И заминается. Я смотрю, что дело просто заминается. Меня выгоняет, а он лежит тут с ногой. Полиция утверждает, что по факту произошедшего начали уголовное производство. По статье «Умышленное нанесение телесных повреждений». Виникла сварка, в ходе сварки были причинены телесные ушкоджения. На теперешний час, особи, которые причинены телесные ушкоджения, установлены, досудовое расследование тревает, проводятся комплексы необходимых следовательствий, что до установления всех объективных обставин криминального проведения. Тем, кто избил мужчину, может грозить до трех лет лишения свободы. Ксения Терзи, Дарья Сметанко, Виталий Прус, Думская ТВ. Обделенные воспитатели, голодные дети. В Арцизи продолжается детсадовский кризис. Местный горсовет недавно утвердил программу финансирования детских дошкольных учреждений. Мэр города наложил на это решение вето, лишив работников четырех детских садов 20-ти процентной надбавки, а малыши остались без положенного рациона. Мэрская вето на утвержденную депутатами программу финансирования детсадов получила далеко идущие последствия. Детские дошкольные учреждения должны содержаться за счет городского и районного бюджетов. Райсовет свою часть денег в размере 7,5 миллионов выделил. Город – нет. Теперь мэрия не может провести тендер среди поставщиков продуктов питания, поскольку горсовету нечем их заинтересовать. Дети тем временем привыкают к сосискам и сомнительного качества колбасе. Ни молока у нас, ни мяса у нас в садике нет. Плату за садик они подняли, но свои обязанности никто не выполняет. В конце месяца эта платежка просто режет глаза. А ребенок как приходил домой и просил кушать, так и приходит дальше. Рыба и колбаса – это не питание для детей. То есть мы хотим не кусками мяса и так далее, котлеты каждый день, но в рационе должно быть мясо, должно быть молоко. У детей появляются проблемы со здоровьем. Это не шутки. Есть ацетон у детей, есть аллергия. Есть те, кому уже перестало нравиться мясо нормально. Они просят дома уже сосиски. Правкома было подано заявление, еще 16 числа, когда рассматривался и выделялись деньги, о том, что детсадики готовы бастовать. Люди готовы привезти в садик детей, чтобы Владимир Михайлович сам занимался воспитанием и кормлением. К своим избирателям мэр Арциза Владимир Михайлов не вышел, поскольку отсутствовал на рабочем месте. Вместо него это сделала секретарь горсовета. Никто из продавцов не хочет участвовать в тендерных закупивлях ни по мясу, ни по молоку. Не хотят, потому что на питание детей выделяется определенная сумма. А продавцы мяса и молока хотят, чтобы эта сумма была космическая. В горсовете говорят, в случае срыва тендерных процедур остается один законный вариант решения проблемы. Напрямую пытаться договориться с поставщиками. Но чем мэрия рассчитывает их заинтересовать после того, как они дважды отказались участвовать в тендере, непонятно. Родители малышей тем временем собирают подписи под коллективным обращением в прокуратуру и областную администрацию. Без 10 лет – целый век. Праведник народов мира отпраздновал свой 90-летний юбилей. В годы Второй мировой войны Василий Волошин спас 19 евреев. Подробнее расскажет Диана Федотова. Так под украинские и еврейские народные песни отмечают юбилей Василия Волошина. Один из двух оставшихся в Одессе праведников народов мира празднует свое 90-летие. Он до сих пор читает стихи для своих гостей и наслаждается любимыми песнями. За 90 лет самый лучший подарок какой у вас был? Самый лучший подарок – это сегодня добрые слова, теплые слова и от братьев, от сына, от всей семьи подарки хорошие. За плечами Василия Емельяновича боевые ранения, голод и 19 спасенных человеческих жизней. В годы Второй мировой войны 15-летний юноша прятал евреев в подвалах. Подкормил немножко, а потом по одному перевез в село, по одному человеку надо было. Потому что румяне, если бы поймали, то говорили расстреляем, а то больше били, давали 25 розок за спасение. Несмотря на то, что Василий Волошин рос с четырьмя братьями и двумя сестрами, он не боялся помогать тем, кто в этом нуждается. Он для меня как отец. Лучшего брата я вообще в жизни не встречал. Он для меня был примером. Он самый старший. Естественно, он всех поднимал на ноги. Он всем нам помогал. И по сегодняшний день ему 90 лет, видя, как он бодрый, живчик какой. Званым гостем стал правнук еще одной праведницы народов мира – Олимпиады Данильянс. Ей уже 97. На юбилей пришли также спасенные из гетто. Это просто святые люди. Особенно на фоне тех, которые были не то что неправедниками, а просто были подлыми очень многие. Но у Василия Емельянова есть еще одно неисполненное желание. Он мечтает посетить гору памяти в Иерусалиме, где увековечены имена его родителей. Теперь в 90-й день рождения появилась такая возможность. Молодежная еврейская организация вручила спасителю сертификат в рамках проекта «Мечта не стареет». Диана Федотова, Виталий Прус, Думская ТВ. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok